Добрый день! Продолжаем изучать простые сквары. На этот раз у нас будет сквар 0, но цветной. Сквар 0 есть зеркальный, попроще. Цветной собирается подольше. Сквар 1 имеет ребра, также есть цветная версия и есть сквар 2, пока только цветной. Версия 0 от версии 1 отличается отсутствие вот этих ребер. Получается, что и ребро и угол теперь вместе и это один элемент, который естественно стал углом. Одноцветную версию можно было собрать полностью интуитивно, с цветной чуть посложнее. Если вы умеете собирать сквар 1, то легко соберете сквар 0, можно просто использовать не все алгоритмы из классической головоломки. Для тех, кто не умеет собирать сквар 1. Я сейчас подробно расскажу, как это делается. У сквара три слоя. На верхнем и нижнем по 4 элемента, будем называть их углами. Средний из двух элементов. Вращение происходит вот так, со сменой формы. Этап куб шейпа, как на сквар 1 здесь делать не нужно. Достаточно просто расставить элементы по своим граням и потом по своим местам. В конце при необходимости развернуть средний слой. Все сквайры принято держать таким образом, чтобы средний слой, разделенный на две части, располагался так, чтобы большая часть была справа, а меньше слева. Вот сейчас я держу неправильно. Слева большая часть, справа меньше. Перевернем. Из такого положения будем собирать. Можно собирать и иначе, но это будет менее удобно. А так, вращаем сквайр, перемешиваем. Вот эта часть всегда у нас неподвижна в руке. Верхний слой перемешивается с нижним, а правая часть среднего слоя только разворачивается. В стандартном положении среднего слоя сверху располагался желтый цвет. Если у вас не так, в конце можно будет поменять. Очевидно, что все элементы с желтым цветом должны находиться на верхней грани, а все элементы с белым цветом на нижней. Как это сделать? Ну вот есть два желтых элемента. Снизу есть еще два. Можно сделать вращение так, чтобы у нас два каких-то желтых объединились. Это хорошо. Ставим их слева. Часть собрана. Вращаем так и у нас появляется еще один элемент. Он мог и не появиться, но в этом случае тогда было бы еще проще. Если он не появился, вот при таком положении делаем поворот, не глядя, что снизу. Видим, что ничего нет. Просто подворачиваем два желтых элемента, которые спрятались слева, поднимаем и у нас уже этап готов. В случае, если так не повезло, мы вращаем и у нас получается конструкция из трех желтых уголков. Поворачиваем их так, чтобы справа было два, а третий был сверху слева. Для этого положения достаточно оставшийся четвертый разместить вот здесь, спереди, справа, и сделать следующее движение, интуитивное. Поднимаем. Получив все пару желтых элементов, отводим влево и вращаем еще раз это движение. Посмотрим вот такую ситуацию. Здесь два элемента по диагонали и здесь два по диагонали. Можно сделать вот так и получится здесь парочка и здесь парочка. Их тогда можно объединить сразу. Но может так не получиться. Вращаем, а у нас получается то же самое. Достаточно что-то одно повернуть и у нас появилась уже пара элементов. Отводим в сторону, находим здесь такую же, поднимаем наверх. Если сверху только один желтый элемент, делаем какое-то движение и получаем либо второй, либо ситуацию, которая по диагонали. По диагонали нам нравится не очень, поэтому можем что-то сдвинуть и получить уже знакомую конструкцию. Блок с одной стороны, блок с другой стороны. Ставим один слева, другой справа и объединяем. Все ситуации решаются интуитивно. После того, как мы разместили желтые элементы сверху, а белые снизу, их надо переставить. На верхнем слое все по цветам совпадает и верхний слой собран. Нижний же не собран, цвета не совпадают. На среднем пока внимания не обращаем. У нас вот эта часть зафиксирована, а эта будет и дальше пока поворачиваться. Если вы не умеете собирать сквайр один, но умеете собирать кубоиды, то здесь может помочь кубоидный тепермо, алгоритм, который переставляет два угла. И пусть не совсем удобно, но его можно применить к каждой грани и собрать все элементы до конца, кроме среднего слоя. На всякий случай я покажу, как он выглядит, а после покажу уже специальный алгоритм для сквайра. Допустим, на верхнем слое нам нужно поменять местами вот эти два угла, так как вот эти стоят хорошо. Те углы, которые стоят хорошо, располагаем слева. Менять будем два правых. Движения следующие. Внизу экрана будет написано на языке вращений, но можно просто повторять движения. Вращаем половину сквайра, движение R2. Поворачиваем верхнюю грань по часовой на один элемент, это движение U. Еще раз вращаем правую часть сквайра, движение R2. Возвращаем верхнюю грань, движение U' Еще раз R2. Дальше этот белый уголок отводим назад, движение U'. Снизу вот этот желтый уголок отводим сюда назад, движение D. Делаем похожие движения. R2, U', R2, U', R2. Получается, четыре вот этих элемента стоят хорошо. Местами поменялись вот эти два. Если изначально не было ни одной пары подходящих углов, этот алгоритм нужно сделать просто дважды. Переставить сначала какие-то, едва появятся, потом повторить. Снизу смотрим. У нас как раз такая ситуация, где нет ни одной правильной пары уголков. Такая ситуация на сквайре называется копье, так как требуется диагональная перестановка элементов, а в кубике рубика за это отвечает алгоритм копье. Когда два угла стоят по цветам правильно, ситуация называется глаза. Нам позже эти термины потребуются. Чтобы здесь собрать при помощи T1, мы так и возьмем сквайр кверх ногами. Даже несмотря на то, что широкий край среднего слоя оказался слева. Но если вы не желаете учить дополнительные алгоритмы, можно сделать и так. Просто делаем из этого положения T1. Здесь копье, ни одного совпадения. Делаем те же движения. R2, U, R2, U' R2, U' D. R2, U' R2, U, R2. Смотрим, два угла синих встали рядом, это появились глаза. Здесь надо еще переставить. Глаза располагаем слева. Делаем теперь еще раз. Не очень удобно, но работает. Переставляем вот эти два. Глаза слева. R2, U, R2, U' R2, U' D. R2, U' R2, U, R2. Ну и смотрим. Сверху все собралось. Снизу если довернем, тоже все красиво. Ну и берем как надо. Желтой гранью вверх, чтобы меньшая часть среднего слоя была слева. Остается развернуть средний слой. И в кубоидах, и в скваре этот алгоритм делается одинаково. Движение следующее. Вращаем правую часть дважды, R2. Потом верхнюю часть дважды, U2. И повторяем. R2, U2, R2, U2. И средний слой тоже собран. Если у вас получилось так, что спереди все красиво, а по бокам почему-то цвета не те, то, вероятно, вы перепутали цвета местами. Либо изначально взяли не так. Вот в моем случае сверху должен быть желтый цвет, а у меня белый. Либо у вас не та расцветка, и у вас должно быть наоборот. Чтобы это решить, достаточно для начала совместить. Вот так. Потом сделать R2. Сверху U2. Снизу D2. И еще раз сделать R2. И становится все как нужно. На этом сборка сквайра 0 завершена. Но для тех, кто хочет использовать алгоритмы именно для сквайра, я сейчас покажу альтернативу и еще дополнительные алгоритмы, которые позволяют собирать углы за один раз. Для этого введем язык вращения для сквайра. Движение R2 будем называть slice, обозначать косой чертой. Вращение U будем обозначать цифрой 3, первой в записи. Вращение U' будем обозначать минус 3. Если вращаем нижнюю грань, то вот такое вращение будет 3, а вот такое минус 3. Не перепутайте. Сверху 3 это вот так, снизу 3 это вот так. Здесь равносильно движению U, здесь равносильно движению D. Ну и в обратную сторону. U' это минус 3, D' это минус 3. Первая цифра отвечает за верхний слой, вторая цифра отвечает за нижний слой. Между цифрами стоит запятая. Косая черта это slice. Теперь покажу алгоритм, который аналогичен T'Perm. T'Perm переставляет два угла. Нужны глаза и два угла, которые нужно переставить. Для T'Perm убрали их слева. Для алгоритма для сквайра мы будем ставить глаза сзади. Глаза это вот полностью правильный цвет. Будут переставляться вот эти два угла. Движение следующее. Слайс. 3. Минус 3. И верхнюю и нижнюю грани поворачиваем в одну сторону. Дальше опять слайс. Верхнюю грань обратно. Слайс. Нижнюю грань обратно. Слайс. Теперь нижнюю в ту же сторону. Слайс. И обратно. Слайс. И вот у нас уголки переставились. Осталось довернуть. Если вы планируете и дальше собирать различные сквайры, то этот алгоритм предпочтительнее. Слайс. 3. Минус 3. Слайс. Назад. Слайс. Назад. Слайс. Туда же. Слайс. Назад. Слайс. И два угла поменялись. Чтобы вернуть обратно, располагаем сзади и делаем еще раз. Слайс. В одну сторону. Слайс. Вверх обратно. Слайс. Низ обратно. Слайс. Низ туда же. Слайс. Низ обратно. Слайс. И уже верхняя грань собрана. Можно сквай, конечно, перевернуть для того, чтобы переставлять уголки снизу, но лучше использовать симметричный алгоритм. Видим, что здесь у нас верх весь собран. Здесь нужно переставить два угла местами. Здесь все хорошо. Делаем симметричные движения. Для начала. Слайс. Три. Минус три. Потом слайс. Верхнюю грань не трогаем. Нижнюю поворачиваем. Это 0.3. Слайс. Аналогично возвращаем верхнюю. Нижнюю не трогаем. Слайс. И теперь эту обратно. Слайс. Опять туда же. Слайс. И у нас уже все собрано. Остается довернуть. И этими двумя алгоритмами можно собрать все углы. Даже первым одним, но будет не очень удобно. Если сверху копье, делаем дважды верхний алгоритм. Если копье снизу, делаем дважды нижний алгоритм. Для тех, кто хочет побыстрее, расскажу еще несколько алгоритмов, которые позволят решить это сразу. Нижняя часть собрана. Сверху копье. Нет ни одной пары глаз. Можно сделать дважды верхний алгоритм. Либо алгоритм копье сверху. Для этого делаем слайс. 3. 3. Теперь в разные стороны вращаем. Дальше. Слайс. Минус 3. Ноль. Слайс. Теперь повторяем движение. 3. 3. Слайс. Минус 3. Нижняя. Ноль. Слайс. И еще раз. 3. 3. Слайс. И видим, что сверху и снизу углы стоят на местах. Но на самом деле у нас переставились только верхние элементы. Нижние стояли как были. Только чуть повернулись. Можем довернуть. И сквайр собран. Симметричный алгоритм для нижнего копья. Сверху собрано. Снизу копье. Делаем похожее движение. Начинаем. Слайс. Сверху 3. Снизу 3. Дальше. Слайс. Вверх не трогаем. Снизу минус 3. Слайс. Опять. 3. 3. Слайс. Вверх не трогаем. Здесь минус 3. Слайс. 3. 3. То есть меняется только пара движений. Ну и остается довернуть. Доворачиваем и низ. Более популярный и приятный случай. Глаза сверху и глаза снизу. Надо переставить здесь и здесь. Берем глаза сзади и сверху и снизу. Делаем алгоритм глаза. Глаза. Слайс. Минус 3. 0. Слайс. 3. 3. Слайс. Вверх не трогаем. Низ. Доворачиваем. Минус 3. Слайс. И все собрано. Более редкий, но еще более приятный случай. Копье не сверху. И копье снизу. Подобная ситуация есть на кубике 2 на 2. Тоже решается быстро. Делаем слайс. Поворачиваем 3. Минус 3 в одну сторону. Делаем еще слайс. Минус 3. 3. Обратно. И еще слайс. И все на своих местах. И пара алгоритмов, которые делаются быстро, и их проще запоминать руками. Снизу. Копье. Сверху. Глаза. И в этом и в следующем случае глаза будем держать слева. Если глаза сверху, то фиксируем вот эту левую часть. Она не будет двигаться. И будем туда-сюда вращать только нижний слой. Делаем слайс. Минус 3 снизу. Слайс. 3 снизу. Слайс. Минус 3 снизу. Слайс. 3 снизу. И опять слайс. И сквайр собран. Аналогичный случай, но глаза снизу. Опять удобнее руками запоминать. Здесь копье. Здесь глаза. Глаза держим слева. Слайс. 3.0. Слайс. Минус 3.0. Слайс. 3.0. Слайс. Минус 3.0. И все собрано. Алгоритмы не обязательные для изучения, но весьма эффективные. Ну и повторюсь, если в конце у вас получилась вот такая ситуация, то нужно сделать следующее движение. Слайс. На языке сквайра 6.0. Слайс. Опять 6.0. Слайс. 6.0. Если вот такой случай, здесь все хорошо, а здесь полоска и тут полоска, но оказалось, что грани перепутаны местами, то мы сначала выравниваем. 1.0. Минус 1.0. Потом делаем слайс. 6.0. И тут 6.0. И опять слайс. И на этом все. С этими знаниями можно собрать сквайр из любого состояния. Покажу пример сборки для закрепления. Выбираю сначала половинку среднего слоя, так, чтобы слева была меньшая часть. Можно держать с этой стороны. Здесь две больших. Нам нужно именно красное. Красное сейчас справа. Давайте возьмем слева. Но она большая. Надо поменьше. Перехватим. Так, теперь слева оранжевая, но маленькая. Перехватим вот так. Теперь слева красная, маленькая. Как и должно быть. Держим. Сверху один желтый. Повернем. Стало два. Но по диагонали неудобно. Вернем обратно. Что-нибудь здесь покрутим. Стало лучше. Отводим слева. Больше нет. Значит подверем отсюда. И получим уже желтую грань целиком. Сверху копье. Снизу тоже копье. В случае удобный я использую продвинутый алгоритм, который решает эту ситуацию быстро. Слайс. Три. Минус три. Слайс. Минус три. Три. Слайс. Доворачиваем вверх. Низ стоит уже хорошо. Остается развернуть средний слой. Слайс. Шесть ноль. Слайс. Шесть ноль. Слайс. Еще раз. Шесть ноль. Сквайр ноль. Собран. Все еще остается простой главоломкой. Но можно уже побольше алгоритмов здесь использовать. Версия ноль может быть полезна, если страшно сразу приступать к версии один. Здесь нет этапа кубшейпа. Не нужно переставлять ребра, потому что их нет. Но этап перестановки углов точно такой же, как и на классической главоломке. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok